О промышленности в Казахстане можно будет забыть без постоянного источника электроэнергии. В этом уверено руководство одного из крупнейших предприятий на севере страны – компания «Радуга». Она специализируется на изготовлении пластмассовых, бумажных и металлопластиковых изделий. В среднем на производстве потребляют около 1 мегаватт электроэнергии, а в пиковую нагрузку этот объем может достигать 3 мегаватт. В денежном эквиваленте это от 20 до 60 миллионов тенге в месяц. Но предприятия, поставляющие электроэнергию, у нас не подводили. Опять же, это за счет заимствований из других стран. То, что мы сейчас в пиковые нагрузки покупаем электроэнергию извне, это достаточно удорожает нашу электроэнергию в целом. Мы покупаем ее около 60 тенге за киловатт. Себестоимость наших, допустим, электростанций, она гораздо ниже, она потом в целом складывается. То, что мы закупаем извне, это для нас дорого. И это, да, это на себестоимость в целом, наша продукция потом сказывается. Если электроэнергия в соседних странах будет дешевле, в той же Киргизии, в Российской Федерации, то можно бизнес у нас, возможно, и закрывать. Решить вопрос с электроэнергией в стране поможет строительство собственной атомной электростанции, говорит руководитель предприятия. При этом отмечает, время для этого давно пришло. Я предприятие по производству макаронных изделий открывал в 90-х. И вот электроэнергия отключается, оборудование останавливается, продукция выкидывается. Соответственно, это и продукцию, которую полуфабрикат или что-то выкинул. Во-вторых, ты недопоставил. Люди не задействованы и так далее, и так далее. Если не будет стабильного электричества, то на развитии промышленности, тяжелой или обрабатывающей, как у нас, можно в Казахстане будет забыть. Нам тем или иным образом нужно решать вопрос с электричеством. Это развитие. Самый такой приемлемый вариант атомной электростанции на сфер-энергии – это двигатель.